всем привет продолжаем рассматривать работы известных художников скульпторов поклонение волхвов андреа мантене 1505 год холст темпера 48 на 65 андреа мантене один из выдающихся мастеров итальянской живописи 15 века имя этого художника впервые упоминается в 1441 году в подуванских документов где он фигурирует в качестве приемного сына и ученика франческо скворчоне крупнейшей работой мастера подуванского периода стала роспись капелла святого христофора церкви или метание очень красивая церковь была там известное полотно поклонение волхвов относится к позднему периоду творчества мантене она иллюстрирует евангельский рассказ о трех мудрецах пришедших поклониться младенцу иисусу царю иудейскому они видели в небе звезду решили что это знамение последовали за ней прибыли в иерусалим но не найдя там того кого искали отправились дальше звезда привела их вифлея они возрадовались радостью весьма великую и войдя в дом увидели младенца с марию матерью его и поклонились ему открыв сокровища свои принесли ему дары золото ладан и смирну мария с христом изображены на первом плане за ним стоит иосиф над головами святого семейства тонкой золотой нитью все от ним бы на восточных гостях экзотические костюмы и драгоценности каспар волк с непокрытой головой преподносит младенцу изысканную чашу наполнил золотыми монетами ильхиор стоящий за ним держит кадила а бальтазар сосуд с крышкой персонажи изображены в неглубоком пространстве этот композиционный прием был заимствован мантении из древнеримских рельеф вот так вкратце о картине андрея монтене поклонение волхвов 1505 год данные брал из интернета текст по книге великие музеи мира пока пока до свидания всего хорошего вкратце о картине андрея монтене андрея монтене андрея монтене андрея монтене андрея монтене андрея монтене андрея монтене